Субтитры делал DimaTorzok Я вчера всего шесть раз у нее был Машенька, прости меня, пожалуйста Машенька, дай мне хоть абонент Машенька, открой дверь, она мне прищепила Мальчик, понял? Ну а что мне остается делать? Я хочу с ней помириться Забей на ней Класс, вот суперсовет, отлично Не, ну ты не понял, ты сделай выгляд, что тебе на ней пофиг И она сама до тебя прибежит Тактика проверена Че ты слабак и наветь день без ней не можешь прожить День без Маши? Да легко Открой дверь, я не могу без нее 15 минут, не надолго ж тебе вистачило Это наркомания Треба тебя изолировать від предмета твоей зависимости То есть от Маши Ляля, трендюля, а это ты так помогаешь Максимке вернуть Машу? Люба, не вмешайся З ним все нормально Это у меня особа тактика Вася, дай фотку ее посмотреть Или карандаши, я ее хотя бы нарисую Если в тебе тактика, чтобы у Максимки кукушка поехала То я тебе скажу, Васенька, что это хреновая тактика Опять надо все решать самой Максимка, чуешь, а скажи мне адрес Машеньки Я попробую як женщина женщиной знаю поболакать Улица Шевченко 5, квартира 6, третий подъезд, шестой этаж 120 ступенек вверх, двери два на полтора Спасибо достаточно, я поняла Люба, принеси мне что-то от Маши Одежду, волос, реснички, выражение лица, что угодно На, а что ты хочешь? Жопка две половинки, страдает Машенька, я понимаю, что ты сердишься на Максимку Ну честно кажучи, я и сама готова его убить за то, что он спалил в салон Але ж, девочка, ну я ж бачу, что тебе погано Что ты мучаешься, что ты страждаешь И ничего я не страждаю У меня все хорошо Прекрасный день, прекрасное настроение И никакой эгоистичный придурок Бессердечный сухарь Кобелина Вонючий кобелина Подлый лжец Макс не испортит мне моего прекрасного настроения Да, а ну отставить плакать Отставить плакать Вась, ну все, открывай, я все понял Ну наконец-то, я понимаю, мужик Ну честно, я понял Я мужик Я самец, я кремень Я владыка своей судьбы Маша, я иду к тебе Ах ты гимном Пусти, я не могу тебе жить Пусти, там остынь А я пойду в турфирму, узнаю, сколько потепки коштует У Люба рано чи пиздно все одно дезнается, что билеты в Болгарии самодельные Все, сиди тихо Пусти, там есть дорогие путемки Есть средние, есть дешевые, есть очень дешевые, есть дешевшие некуда, а мне нужно... У нас есть такая предложение, но она, мягко говоря, не очень... Это прямо моя категория, скажите. Ну, добраться до Болгарии 5 дней по плацкартам, потом 2 дня на баржу, потом день пешки. В общем, 8-10 дней, и вы на месте. Это однозерковый готель? Ну, как готель? Хатка. Это мне подходит, главное, чтобы Болгария. Какая цена? Всего 5 тысяч гривен. Йосип Драни, это ж обдираловка. Меня ж поплохело. Скажите, а можете меня посичить? В тетрадочку там запишите? Я бы там верну. И карандашик верну. Два. И как ты докатилась до жизни такой? Давай, расскажи маме Любе. Что ты мовчишь? Знаешь, как я за тебя переживаю? У меня такой камень на душу больше, чем Васькина печинка. Мне все хорошо. Ну и хорошо, что в тебе все хорошо, Маша. Да, хорошо. Да. Потому что у Максимки таке робиться, что не дай Бог. Сегодня три часа лежит, в одну точку дивится, а потом, как вскочит. И ручки ци свои коротенькие до курчавой головы, как притиснет. И этими колінцами горобця, как додолу падает, как начнет кричать. Ой господи! Забери меня до себе туда! Зачем мне эта жизнь без мощи? Маши! Забери, я буду своей брудной душой мить райские унитазы! Угу. Классический Макс. Ты, конечно, Машенька можешь не верить, но с ним такие происходят, что не дай Бог. Я вообще боюсь, что он кукуном у него. Может быть ты поехала, он бы тебя увидел, да? Его попустило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одразу скажу, что самому собі шкоду наносить не можно. Ну за кого вы меня маете? Я знаю, что кто-то должен задать мне у вечера, да? Скажите, а перелом носа счняется? Так. Где подписывать? Что ты вылупился, потвор, а? Ну и морда у тебя! Где такой риловорот, який взялся, а? У вас что тут? Замок от кунсткамери потерялся, сломался, чи что, а? Не прокатать. Жаль. Ну чё? Для меня получить по морді, это все одно, что в магазин сходить. А клас на тебе кофта, что на мусорки, права? Давай, ну! Макажет через назад, ну! Не думал, что в городе одни секунды живут. Як ты там страдалец, заспокоився? Не вылежь, уже добре. Вася, твой план нифига не действует. Да. Лучше б ты выв. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Кажешь, план не діє? Спец в отношении до ваших послуг? Машенька. Любимая. Занька. Так ну, сберечь стряпка. Ти ж бачишь, план діє. Тільки не показуй свою слабкість. Зроби в Илешу тобі на ней. Пафиг. Зрозумів? Ой, які люди в Голливуді. Максим тут твоя колишня прийшла. Заходь, Машенька, заходь. О, Маш, привет. Какими судьбами? Машенька, це бачиш цілими днями. Стоять біля дзеркала, міряє костюми. Думаю, в якому лучше йому перед Господом пристать. Ти, милий дурниць, все з нашим Максом добре. Остраждав і перестав. Зібрав волю в кулачок і пішов в отрив Козачак. Ну, в таком случае я рада, що у тебе все хорошо. Великолепно. У мене теж все великолепно. Значить, це реально конец наших отношений. Прощай. Це що таке? Це ж не масло в одні букви. Ну, можеш тебе не вдержують, якщо хочеш вдарь бий, я дозволяю. Чи в тебе кишка тонка, а? Каблук Каблаковський. Нитік хренов. Ти баба в піджаку. Говно в шлейках. Бий! Чи в тебе такі нервні? Ему пофиг на мене. Значить, мене теж буде пофиг на нього. Я теж пойду в отрыв. Машенька, я с тобою. Ты только скажи кому, що надо оторвати, а я це мивом сделаю. Я пойду в караоке клуб. Я тисячу лет уже не пела. А когда я пою, между прочим, на мене мужики слетаються, как мопельцы. Ну, тогда я пойду с тобою, щоб розгонять этих насекомых. А ну, крыша! Пошла сюди, скалопендра! И шапку сніми, ти ж в помещенні! Боже, вони такі невоспитані ці городські. Маш, знаєш, як мене сердце за тебе болить? Я ночами спати не можу. Ну, а люди, якщо не сплять, то вони можуть померти. Ну, ти ж не хочеш, щоб я померла? Ладно, пойдеш со мной. Но пообещай, що на сцену лезть не будеш. Та хлянусь! Борис, так вори комерти та вори та жавка до лица! А люблю ри та вори та! Хать! Спасибо! Любаня, Любаня Синьковки! Я! Иди сюди, сядь, успокойся, пожалуйста. Ну так уже звезда інтернета. Так, Машенька, только не надо завидовать. Ти ж знаєш, зависть – це погане чувство. Ну, вже звикнеться тією мыслью, що я – самый лучший фрік страны. А ти будеш слідуйся, не розтравися. Давай, іди, іди. Дашенька, я тебе кохаю, Дашенька. Ця пісня для тебе. Машенька, що случилось? Що случилось? Когда-то мне Макс на этой же сцене признавался в любви. Зачем я тебе дурака послушал? Ти мене послухав, тому що дядя Вася не дурак. Да? Алло, Максимка, чуєш мене? Давай, мухайся, обирайся, йду в гланди у Вас руть. Караока на набережной. Зачем? Щас ідеальний момент, щоб ви помирилися. Да. Просто надо признатися її в любви со сцени, як много лет назад. Вона розстане, я зуб тобі даю. Давай, мухай! Тебе прикрилось? Простудуйся. Ти куди намилився? Так, я їду в караоке миритися з Машей. Вась, навіть не думай. Я їду один без тебя і твоих гениальних планов. Тем более караоке – це клуб. А ти з клуба ще без трендюлей ні разу не уходив. Тоді, я точно з тобою. Вась, ні за що. Що? 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 Люба, ну чому так за мною? Машенька, ну ти розумієш? Мужчини, вони всі козли. Ну як би тобі так сказати, ну природа в них така. Ну Боженька їм подарував стрічок, який думає замість них. Мені іногда кажеться, що в нашій хаті крімі мене і Васі живе ще один полноценний член сім'ї. Ну, я про Васі не баламбошки. О господи. Ну про Кабачова. Та поняла я. Причем розговору ж там взагалі ні о чому. Там же цюцюрочка. А внимание требує для себе, як будто він найглавний. Особі наутро. От ще всі сплять, Вася спить, а воно вже встало і по сторонам так зиркає. Туда-сюда, туди-сюда. Мене шукає пірат одноокий. Вася, це історичне місце. Тут я коли-то со сцены признався Маше в любви. І я сьогодні собираюсь це повторити. І в цей раз. Мені зараз так же страшно, як і тоді. Так, потрібно записатися в очередь на сцену. Та-да, ти йди, йди, я тут усматрюся поки. Так, ти приєшто пляк, дивись! Привет, шпана! А що! Мамка знає, що ви тут, а? Папка рівня не дасть? Домашку зробили, що їсте? Ковбасу? Фу! А що гроші таки нам Пусти nosaltres шла? Так, а ну пішли і принесли взрослиму хорошу ковбасу і борщу. Бігом! Вы, напевно, отборили своего. Мы на вас ждали. Передайте, мы сгодны на его умовы. Нам война не нужна. Хорошо. А вы кто? Власник этого клуба. Тому выпивка сьогодні вам безкоштовна. Приятно отдыхать. Спасибо. Треба выпить и драка организуется сам собой. Зародной стресс сниму. Человек! Все, я записался. Я следующий. Вась, ну как у тебя это получается? Я тебе оставил всего на 5 минут абсолютно без денег. Ты все равно наклюкался. Талант не пропьешь. Это не я. Человек, повтори. Плес, плес. Мне бы так хотелось вернуть все. Эти свидания в нашем любимом ресторанчике. Но уже, наверное, ничего вернуть нельзя. Машенька, я тебе скажу очень мудрую вещь. Мужики, они же как бомеранги. Сколько ты их накидай, они все равно повертаются. Мне это нереально. Мак же никого не слушает, кроме себя. Он же думает, что если он цветок подарил, сказал прости, пожалуйста, все сразу наладится. Ой, а осень три бумеранг. Привет, Маш. Ты только сразу, пожалуйста, никуда не уходи. Ну, пожалуйста. Я хотел тебе сказать, что я никогда так не любил и никого не полюблю, как тебя. Я сейчас на этой сцене признаюсь тебе в любви и я готов это делать каждый день. Целую вечность. Кроме понедельников. Они выходные. Ну, караоке. Проехали. Где он? Наша любимая песня. Слышь ты, обморок. Ну, наконец-то мы встретились. Походу, единый нормальный мужик в Киеве. Ну, потанцуем, а? Ну все, попал ты, Дед. Ах ты ж зараза такая. Ты бройлер накачанный. Ты что, ты людей лупишь, а? Да он девушку мою лапал. Ах ты ж казанова, не дойдет. Я думал. Да нет, никого я не лапал. Маша, честно, я никого не лапал. Это Вася. Ах ты ж кабелина. Так, так, стоп. Вы разберите, кто кого лапал, потому что я за себя не ручаюсь. Да ухомонись ты бабуля. А то мне бабуля. Ну, пошел вон отсюда, петух. Казал. Люба. Люба, ну пожалуйста, ну. Теперь с тобой. А я никого не лапал. Ты что, живой, или нет? Да под дулом пистолета. Да никогда я лапал только одну гамилочку. Гамилочка. Ну, милочка. Ну, класс. Хоть у кого-то все хорошо. Ты только что мне в любви признавался со сцен. И других телок в лап. Ты своего дружка вообще в штанах держать не можешь. Вот и живи с ним. Вы с ним прекрасная пара. Максимка. Выбачь. Повинно было все статись совсем по-другому. Максимка. Господи, Вася, он нам никогда не побачит, доки мы все не выправим. Мы никогда это не выправим. Ничего уже не вернешь. Как бы я хотела вернуть все. Эти свидания в нашем любимом ресторанчике. Но уже, наверное, ничего вернуть нельзя. У меня есть план. Маша хочет встретиться в нашем ресторане? Ага. Просто встретиться и спокойно поговорить. Никуда я не пойду. Я опять все испорчу. Машенька хочет помириться с тобой. Что ты мелешь? Я так ей сказал. Маша, ну что ты мелешь? Она хочет помириться и все. Сколько я буду вас с любви мучать? Вася, я это сейчас расхачапурю. Не-не-не-не-не-не-не. Бачу отношения с Машенькой так на волоске. Сморить не надо. Возьми себя в руки. Вытрясо плей вперед. На пар! Сейчас все бросила и побежала с ним встречаться. Машенька, ну так тоже не можно. Траба дать людям еще один шанс. Следующая наша встреча будет развод. И на нее я точно пойду. Так а... Максимка тебя запрошу в ресторан для того, чтобы развестись. Господи, за что меняется все? Да-да, Максимка так и сказал, господи, на что, мне то все, разводимся и точка. Но он уверен, что ты не придешь, каже, у Маши кишкатанка. Ах так? Ну это мы еще посмотрим. Развод значит развод. Вася, ты с какого горба головой трудил? Нет, так надо было ее как-то заманить. Ты не переживай, мы прямо приходим Макса, скажем Маше, что никакого развода нет. Васечка, а можно я? Так, Максимка, а это что такое? Так, ну давай, собирайся, женщины ждать не любят. Я никуда не поеду. Рынды, рынды, завтра праздник. Я не могу туда пойти. В нашем любимом ресторане бутылка воды стоит, как ящик шампанского. А у меня денег только на ромашки. Так, ты не это самый, не переживай, давай мухой собирайся, дуй в ресторан, а дяні ми тобі привеземо. Конечно! А где мы возьмем дяні? Так, сейчас мы отдам потьевки и вернем гроши Максимке. Люба, не надо, мы столько лет на них собрали, а? Я сколько солярков с трактори зесмоктал, чтобы это по каплю додому в роте принести. И потом, что, Машка, нашу болгарию рот соби пополоскай, а? Ах ты ж безсовестный, а? Это что получается, что тебе гроши дорожче за дружбу? Не пошел. Пусти, сказала. Не пошел. Я ж зараз з цей сумкой тобі так в мандюлю по голові, що вона як гайка з комбайна вискочить. Отойди. Батя! Что тут отбувається? Секурити, мы сами разберемся. Пусти, сказала я. Что ты делаешь? А не твоё собачье дело. Что в детстве в школе много обижали в охранники, пошел? Да, дядя? На! Бей! Что на тебе начало, а? Сволочь ты нестрижана. Диви, воно еще и липится. Я сейчас поулибаюсь. Ты понимаешь, что мы из-за тебя опоздали в турагентство, и все. Воно закрилось. А, диви воно, что ты скалился? Я спрашиваю тебе, что ты улибаешься? Бейся! Это что получается? Мы опоздали домашенький в ресторан, и она не знает, что развода не будет? Ну что, друзья, когда-то именно в этом ресторане Макс сделал мне предложение. Сегодня он будет предлагать мне развестись. Какая ирония судьбы, не правда ли? Привет. Это тебе. Цветы? По какому поводу? Прекрасный повод. Разве нет? Официант шампанского! А зачем шампанское? Ну как это зачем? Это событие нужно отметить. Макс, ты серьезный? Ну конечно серьезно. Да это лучшее, что со мной происходило за последнее время. Ну что тут скажешь? Я думаю, что это нужно было сделать раньше. Приятно слышать. Я тоже так думаю. Начать новую жизнь? Точно. С чистого листа. Но если ты готов, то я тоже готова. Маш, я не то что готов, я супер готов. Друзья, я хочу поднять этот бокал за всех влюбленных. Будьте счастливы и не допускайте наших ошибок. А если и допустите, знайте, что из любой, даже из самой безвыходной ситуации всегда есть выход. Машунь, пью за тебя и за новую страничку в нашей жизни. Хватит! Хватит надо мной издеваться! Давай сюда свои документы, я подпишу и видеть тебя больше не желаю! Какие документы? Макс, ты прикалываешься? Ты меня позвал сюда развестись? Я согласна! Давай сюда свои бумажки! Машунь, это какое-то недоразумение. Ты знаешь, я думаю, что идея с разводом, она не такая уж и дурацкая. И я действительно согласна. Это была потрясающая репетиция. Максимка, ты там живой? Понимаю. Хочешь меня убить? Ну, ты знаешь, я хотел как правее. Я ж тебя люблю как сына. Попустила. Ну и слава Богу. Люди ж повинні пробачати одне одного. Ну как? Ну как не страховий випадок? Ты подивись, как нос сломали, как у орла теперь. Попустила. Читайте маленьким шрифтом. Травми на работе. Довідки с работы у вас немає. И село ваше за сотни километров. Так что, до побачення. Потанцюємо, а? Господи. Спасибо, що живе. Субтитрувальниця Оля Шор Коректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok